В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня. Местечковый олигарх. Оперативники МВД накрыли артель по перекачке нефти. 60 оттенков светлого. В сборнике рассказов рязанского писателя «Судьбы обычных рязанцев». Наши в Донбассе. Анонсируем материал от наших коллег с телевидения Луганской Народной Республики. О буднях рязанских врачей. Начнем с уличного конфуза. На улице Семинарской рядом со зданием музея ВДВ обрушились две опоры электроосвещения. Одна из них частично перегородила автодорогу. Судя по всему, причиной падения столбов стал шквалистый ветер. Как сообщает пресс-служба городской администрации, на место сразу выехала аварийная служба. Препятствие с дороги убрано. На это место установят новый светильник. В Рязанском районе сотрудники полиции пресекли масштабное хищение дизельного топлива из магистрального трубопровода. Оперативники работали при силовой поддержке «Гром». Подробности далее. Через эту небольшую трубу ежедневно из магистрального нефтепровода откачивали не меньше десятка литров дизтоплива. Система, естественно, нелегальная. Смонтировал и установил ее житель села Александрово в своем доме. Местный Кулибин, как ему казалось, все рассчитал правильно. От врезки в местный нефтепродуктопровод под землей проложил специальный шланг, который протянул на полкилометра до своего частного дома. Автоматизированная насосная станция наполняла резервуар. И охранная система предприятия не фиксировала падение давления в трубопроводе. Полицейские спланировали и провели операцию, в результате которой был задержан 50-летний ранее судимый за кражу организатор нелегальной врезки. А также пресечена попытка сбыта похищенного топлива. В домовладении злоумышленника в селе Александрово полицейскими обнаружено и изъято оборудование для откачки нефтепродуктов. Шланг высокого давления, шаровой кран, механический манометр, ресивер для выравнивания давления и емкость с летним дизельным топливом – все это нашли полицейские, пока обследовали дом. Оперативники узнали, что от этого дома с сюрпризом ежедневно уезжает грузовой автомобиль с емкостями, полными дизельного топлива. Груженую машину задержали на эфтебазе близ Рязани. Как и ожидалось, внутри было 6 пластиковых тар по кубометру каждая. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли около 15 тонн дизельного топлива на общую сумму 645 тысяч рублей. По предварительной информации, противоправная деятельность продолжалась около трех месяцев. Следователям следственного отдела ОМВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренному пунктом Б, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. По предварительной информации, местечковый нефтяной магнат сбывал черное золото не только в своем районе. Всю цепочку подпольных поставок следователи уже начали устанавливать, как и верифицировать скупщиков краденого. Рязанскую птицефабрику улечили в загрязнение притоков Аки. Речь идет о ручье Крапивня. Делом занялась природоохранная прокуратура. Валерий Седов с подробностями. В последние дни близ села Затишье тихо не было совсем. Шумы здесь навели сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры. Они проводили проверку исполнения законодательства об охране водных объектов. Выводы неутешительные. Законодательство не соблюдалось от слова совсем, решили правоохранители. Установлено, что местная птицефабрика сбрасывала сточные воды в ручей Крапивня. А это ни много ни мало один из бассейнов притоков Аки. При этом нормативы допустимых сбросов предприятиям не установлены. Предприятие сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в поверхностный водный объект. Как давно это происходит, выяснить еще только предстоит. Как и ответить на вопрос, попали ли сточные воды в Аку или нет. Дело на контроле Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. В природоохранной прокуратуре применены меры административного воздействия, внесено представление об устранении нарушений. Однако, в связи с тем, что требования представлений не исполнены, прокуратура обратилась в Рязанский районный суд, которым на предприятие возложена обязанность устранить природоохранные нарушения. Сейчас аграриям необходимо получить разрешение на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и разработать эти самые нормативы допустимых сбросов. В их интересах сделать это в ближайшее время. Штраф грозит нешуточный. Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. К другим новостям. В Рязань дополнительно прибыло 430 беженцев с Донбасса. Таким образом, число вынужденных переселенцев в 10 пунктах временного содержания возросло до 926. Им будет оказана вся необходимая помощь в полном объеме. Об этом заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, межведомственное взаимодействие всех общественных и госструктур уже налажено. Жалоб не поступает. Так должно быть и впредь. Несмотря на увеличение количества прибывших. Нужно оперативно выяснить и обязательно учесть потребности каждого из них. Детей определить в школу, детский сад. Потому что они должны, естественно, полноценно развиваться, получать необходимые знания. Людям с инвалидностью, а такие тоже есть, уделить особое внимание. Может кто-то из них нуждается в медицинской помощи или консультации врачей и профильных специалистов. Кто-то пожелает трудоустройства. Такие и есть. Всю эту помощь необходимо оказать и решить по максимуму все возможные вопросы, которые люди обозначат. Они должны чувствовать себя комфортно и уютно в Рязанской области максимально. Тем временем в самом Донбассе на территории Луганской Народной Республики работает сразу несколько наших врачей и волонтеров. Телевидение ЛНР выпустило сюжет, акцентируя внимание именно на рязанских медиках. Главный ньюсмейкер, депутат Госдумы от Рязанщины Дмитрий Хубезов. В Первомайскую городскую больницу он привез целую бригаду врачей. Четыре врача приехали сюда, в Первомайскую больницу, для того, чтобы помогать, оказывать помощь пациентам. В основном, конечно, пострадавшие в результате боевых действий, но и в том числе с экстренными ситуациями обычным гражданам. Приехали целые бригады, анестезиолог, три хирурга. Что-то с собой привезли еще. Бытовую технику, теплые носки для бойцов. Понятно, что здесь, конечно, это есть, но чтобы лишний раз не стирать для комфорта. Подробности работы наших в ЛНР и эксклюзивные кадры из Первомайска завтра в вечернем выпуске программы «День города». Не пропустите. В Рязанском доме печати презентовали книгу кораблинского писателя Юрия Харина о судьбах его обычных земляков. В сборнике 60 рассказов, опубликованных ранее в районной и областной газетах. Многие были признаны победителями профессиональных, региональных и всероссийских конкурсов. Книга кораблинца Юрия Харина «Дорогие мои земляки» – своеобразный дайджест. Сборник более 60 очерков автора, которые он публиковал на протяжении 20 лет в различных изданиях страны. Каждый материал – отдельно взятая житейская история земляков, тружеников села и производства, ветеранов, педагогов, медиков. Юрий Васильевич – заслуженный работник культуры России, журналист с огромным стажем, редактор газеты, которая была признана на российском уровне лучшей, лучшая районная газета России. Можете представить, что это такое. Юрий Харин не единожды побеждал в российских конкурсах. Награды были самого разного уровня. Живёт и продолжает жить и трудиться на Кораблинской земле, в Кораблинском районе. И там для него, по-моему, знакомы все люди, которые там живут. Десятки лет автор, находясь в эпицентре жизни района, рассказывал о жизни простых людей. Юрий Харин твёрдо решил писать эту книгу более 15 лет назад. Но появилась она только сейчас. По программе поддержки местных инициатив. Это первый случай в регионе, когда грант направили не на благоустройство территории, а на то, чтобы выпустить книгу памяти. Нам поверили область и выделила энное количество денег для того, чтобы вышла вот эта книжка, очерков за последние 20 лет, которые были написаны. Мы много тут выбросили. У меня ещё на дверь на три книги. Я надеюсь, что, может быть, мы издадим о людях наших книг востребовано. На встречу с ветераном журналистики пришли студенты факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Сергея Есенина. Будущие репортеры задавали свои вопросы автору книги. Как и про кого писать? Как придумывать образ? Ответ автора был универсален. Главное – среда для вдохновения. По словам Юрия, это сами люди. И их повседневная действительность. Купить кожаную куртку или дублёнку на натуральном меху производства в Финляндии, да ещё и с 70-процентными скидками – возможность уникальная. Рязанцы получили её благодаря гастролям ярмарки из Санкт-Петербурга. В этот раз торговая точка развернулась на Первомайском проспекте, 76. Дублёнки и сильное пальто, демисезонные зимние куртки. На распродаже в торговой точке по адресу Первомайский проспект, 76, предлагают одежду финских брендов со скидкой. По словам продавцов, многие европейские магазины приостановили работу и распродают оставшиеся товары. Рынок валют сейчас нестабильный, европейские валюты. И разрыв, как говорится, отношений торговых с Евросоюзом повелит к тому, что компании европейские закрываются. И весь оставшийся товар экспортировать в Европу нельзя. И они приняли решение весь товар, оставшийся на прилавках, на складах, распродать на территории нашей страны. Кожаные френчи – градиент тренд сезона. Интересный переход цвета, удобный крой и современные материалы. Они идут в восковой пропитке, кожу целые сутки варят воски, за счет чего она теряет 70% своей массы. По паспорту ввести 620 грамм, на плечах не ощущается. Европейская длина позволяет комфортно ее носить как с брюками, так и с юбкой. На ярмарке можно подобрать модную современную одежду на любой вкус по фигуре и оверсайз в классическом и спортивном стиле. Чаще всего одеваешь, там где-то жмет, где свет, а здесь лекала вина фабричная, поэтому удобно. Есть фасоны, которые подойдут и для женщин за рулем. Укороченные модели, облегченные шубы-дубленки – два в одном. Снаружи выполнены из тончайшей оленей бархатной замши. Это очень тонкий материал, очень нежный, очень комфортно, пропускает воздух и тело в нем комфортно себя чувствует. Здесь самая фишка этой модели в том, что она двусторонняя. Ее можно носить с дубленочной стороны, а если вывернуть, она будет шубка из тонкорунного двухмесячного каракуля. На ярмарке представлены и мужские модели. Производитель обещает качество на уровне. Легко, тепло, удобно. Прям легко одеваешь, практически на тебе ничего нет. Как пуховик. Распродажи финской одежды и обуви проходят в торговой точке по адресу Первомайский проспект 76, слева от центральной библиотеки имени Есенина. Ориентир – воздушные шарики. До 9 апреля включительно. С 10 утра до 8 вечера. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова